Забросить все дела, отключить телефон и хотя бы пару дней поваляться на диване в сладостном ничего не делании. Какая непозволительная роскошь для нашего суетного времени. А вот в 19 веке такой способ времяпрепровождения называли обломовщиной. Еще в школе нас учили, что обломовщина это плохо и ей не место в нашем обществе. Но старая история однажды обрела новое прочтение. Московский драматург Михаил Угаров по мотивам романа Гончарова написал пьесу, которую сам же и поставил в Центре драматургии и режиссуры еще в 2002 году. Спектакль имел успех и версию Угарова начали ставить в больших и малых театрах нашей Родины и даже за рубежом. Не прошло и 10 лет, как пьеса доехала и до Новосибирска. Для ее постановки театр «Старый дом» выписал из Санкт-Петербурга молодого режиссера Антона Безъязыкова. Это хорошо, это хорошо. Здесь говоришь, видите, что со мной сделалось. Что-то будет у тебя другой кусок с хозяйками. На сердце будет далекую большую карьеру. Да, а отчего это и в горе, и в счастье все одно и то же. Пошел ты сюда и положи. Я всегда, когда в сознательном возрасте перечитывал Гончарова, я понимал, что что-то не так все просто. Что что-то там Добролюбов перепутал, что-то там школьное воспитание на меня неправильно. Я не мог понять, что. То есть он мне был глубоко симпатичный этот персонаж. А Угаров мне, на мой взгляд, он как бы очень точно ответил, чем он мне симпатичный. Он для меня все это по полочкам разложил, для меня все это стало ясно, понятно, и мне захотелось этим поделиться. Спектакль получил новое жанровое определение – история болезни. Действительно, одна из ключевых фигур пьесы – доктор, который пытается поставить Обломову диагноз. И приходит к выводу, что причина бездействия героя – странная болезнь под названием тотус, что в переводе с латыни означает «цельность». В поисках внутренней гармонии Обломов сознательно отказывается от всякой деятельности, которая, по его мнению, есть зло. Ведь когда ты сидишь, отгородившись от мира, в домашнем халате и тапочках и придаешься тихому созерцанию, то уж точно не размениваешь себя по мелочам. Труд – это наказание, наложенное еще на праотцов наших. Добрые люди любить его не могут и всегда избавляются от него, где есть случай. Добрые люди не встают за рельми и не ходят по паблике, у намазанных салом колеса пружины. Оттого всегда цветут здоровьем и счастьем. Оттого живут долго. Ну, если вспоминать свое первое знакомство с этим персонажем, когда я читал даже, не думая о том, что я буду играть, что я буду работать в театре, мне он был близок, его философия жизни. А сейчас, когда стараемся, мы в два состава, погрузиться в этого персонажа, понять его философию, понять его взгляды на жизнь, они тоже очень такие мягкие, удобные. И очень даже бывает сложно встать утром на репетицию, идти, бежать, зачем, почему. Вот эта философия какая-то его, жизненная позиция о том, что не делай зло, не делай добро, созерцай, она очень так притягивает к себе. Название спектакля читается как «Облом Офф» с двумя английскими «Ф» на конце, словно эмигрантская фамилия или какой-нибудь алкогольный бренд. Но «Офф» – это не только дань моде, это отстраненность, выключенность из жизненных процессов. Недаром герой то и дело прячется под стол и сообщает всему миру, «Я в домике, пожалуйста, не беспокоить». Недаром и декорации на сцене – это конструкции из окон, за которыми Обломов проводит всю свою жизнь. Как бы вот хрупкость Обломова, мне кажется, они должны, вот как бы хотелось бы, чтобы они как-то подчеркнули так или иначе. Но вот эта вот коробочка, которая открывается, закрывается, вот эта вот стеночка отчуждения, которая возникает в начале, да, и потом мы ее разрушаем, потом опять воздвигаем, как бы вот с этим поиграть. Как-то примерно вот так. Расшевелить героя, пробудить его от спячки может только любовь, да и то ненадолго, ведь она тоже разрушает его цельность. Поэтому таким персонажам, как Илья Ильич Обломов, во все времена приходится нелегко. Деятельные штольцы своей бессмысленной энергии всюду пробивают себе дорогу, а Обломовы в бесконечных поисках смысла остаются за бортом и заканчивают печально. Не случайно у пьесы Михаила Угарова есть такой неоптимистичный подзаголовок – «История человека, несовместимого с жизнью». Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова